Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я решила немножечко поэкспериментировать. Мне очень понравился тот эффект, который создается при помощи вот этой имитации меховой пушистости. И я решила сделать в таком романтическом настроении надпись. Соответственно, первое, с чего я начну, это с надписи. Буду писать слово LOVE. Соответственно, каждая буковка мы можем написать единым шрифтом, а можем написать отдельно. Я хочу написать единым. Соответственно, у меня будет LOVE единым таким неразлучным шрифтом. Ну и можно на конце, например, нарисовать маленькое сердечко. Так, так, так и так. Вот. Получилось слово LOVE. Нарисовано оно просто пером контур. Можно написать карандашиком, если есть желание. Ну и перышком как-то более комфортно. Сейчас я его выбираю, немножечко острые детальки подотру. Моим любимым инструментом сглаживания все станет более такое мягенькое. Вот. Получили мы слово LOVE. Теперь будем это слово делать воздушно-пушистым. Как это будем осуществлять? Я хочу попробовать сегодня нарисовать именно сердечко. Я говорю, такое романтическое все у меня сегодня получается, но why not, как говорится. Так. Половинку мы нарисовали. Сердечко. Сейчас мы возьмем инструмент зеркальное отражение. Отразим. И при помощи инструмента обработка контуров сольем это все в единое. Вот у меня вот такое сердечко получилось. Теперь я хочу ему сделать красивый градиент. При этом градиент будет линейный. От яркого цвета. Через яркий цвет. И сюда сейчас такой нежно-нежно розовый сделаем. Чтобы оно было такое, как карамелька. Чтобы его побольше было. А здесь сделаем более такой розовенький. Розовая мечта. Настроили. Сердечко раздваиваем. И теперь выбираем объект, переход, создать, объект, переход, параметры, перехода, количество шагов. Сразу задам тысячу, потому что мне нужно будет много. Вот у меня такое сердечко растянулось. Теперь выбираю все вместе, все, что у меня есть. Объект, переход, изменить, изменить траекторию. Вот такое сердечко у меня получилось. Смотрите, какая уже интересная история. То есть она уже такая прям вся воздушная. Может быть крутым протон на футболке. И сейчас я сделаю второй вариант. Когда мы его сделаем пушистым. Так, выбираем все. Эффект, деформация. Сказать трансформировать, огрубление. Видите, он такой, как облака получился. Можем увеличить, уменьшить. Можно сделать его таким волшебно пушистеньким. Единственное, что я заметила. На мой взгляд, получилось достаточно большое у меня изначальное сердечко. И за счет этого получается, что не совсем читается слово. Я сейчас попробую то же самое сделать. Но сердечко нарисовать поменьше. И можно, например, поменять цвета в градиенте для того, чтобы посмотреть, как это будет смотреться. Рисую немножечко другое сердечко. Как раз будет хороший эксперимент. Можно попробовать, как это будет смотреться. Я вообще всегда за эксперименты. Мне кажется, это здорово, когда ты пробуешь что-то новое. Ты находишь какие-то новые варианты. И это здорово. Так. Вот то, что я хотела. Как раз более маленькое сердечко. И более маленький градиент. Давайте попробуем объект. Переход. Отменить. Видите, у меня осталось два сердца. И вот он мой контур. То есть все вернуло. Да, куда было. А что если мы сделаем... Все. Душа, наверное, бросит эксперимента. Если я сделаю вот такие два разных сердечка. Одно побольше, второе поменьше. С разным распределением градиентов. Создам между ними переход. Объект. Переход. Создать. Объект. Переход. Параметры перехода. Это заданное количество шагов и тысячу штук. Я сюда сейчас поставлю. Вот оно такое получилось. Обошло в маленький. Тяжело уже программе, потому что много переходов в одном файле. Объект. Выбрали все. Переход. Заменить траекторию. Немножечко ждем. Ага. Смотрите, очень забавно получилось. Такой вот он. Другой по ощущениям, по впечатлениям. И сейчас я еще одну копию создам. Ах, мой дорогой компьютер. Потерпи меня, пожалуйста. Это уже не человеческие усилия для него. Ну, потому что, вы представляете, я тысячу раз это размножила. Там еще все с градиентом. Вот. Вот поэтому мучается он со мной. Так, эффект. Я хочу его пушистым сделать. Мне, конечно, сейчас за это спасибо не скажет. Видите, подвисает компьютер, несмотря на то, что он достаточно мощный. Но, если делать очень тяжелые файлы, то ему тоже не нравится. Поэтому немножечко тупит. Вот какой пушистик у меня получается. Сейчас вот это вот мы доведем. Мне прям нравится. Да. Класс. Вот смотрите. Буквально за 5-10 минут времени у нас с вами получилось 4 прикольные, на мой взгляд, варианта. Совершенно разные по своей сути. Но, в принципе, это вот может быть готовый крутой принт на футболку, который вы можете использовать. Ну, либо просто побаловаться, либо освоить новые возможности программы. Видите, насколько по-разному смотрится от размера, от самого градиента и перехода. Здесь прям видно, как сердечко выходит. Насколько по-разному смотрится вот это огрубление, когда его делаешь крупнее или мельче. В общем-то, используйте эти варианты, пользуйтесь, создавайте свою красоту. Если у вас появились вопросы, обязательно мне их задавайте. И не забывайте подписаться на мой канал, будет еще много всего интересного. До скорых встреч. Пока-пока.